привет друзья здесь демитков юрий сегодня я хочу рассказать о том что такое сплит акций мы все знаем что такое сплит системы вообще английское слово сплит это значит расщепление то есть когда что такое расщепление это когда и из одного куска делается несколько вот поэтому но финансах есть такое понятие как сплит акций и вот только что произошел сплит акции гмк норникеля сейчас я вам покажу в чем он выражается смотрите было у меня три акции гмк норникель ну на самом деле две было в открытии и когда я переводил деньги из открытия в бкс сейчас я в бкс соответственно я продавал акции в открытии и покупал их в бкс надо сказать что последнее время гмк норникель непрерывно падал поэтому значит там открытие я зафиксировал убытки поэтому они мне ну в общем помогли немного снизить снизить налоги которые мне пришлось заплатить я там заплатил за счет этого вообще большие налоги потому что выяснилось что у меня там прибыль такая большая уже сколько не выводился платил налоги 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 вот ндфл но речь не об этом короче говоря после того как я их перевел ну то есть я продал в открытие вывел деньги перевел деньги в бкс купил эти акции по той же цене они были на минимуме вот сейчас вы видите где их купил вот это вот сделка тут по моему две акции я купил и вот здесь вот я купил еще одну акцию я думаю нет еще две докупил а здесь а здесь одна здесь одна акция то есть я сначала купил одну акцию потом еще решил две потому что мне показалось что ну во первых акции на минимум а компания хорошая она будет приносить прибыли я решил докупить еще две акции вот ну или не докупить как бы самого начала хотел две купить купил три и того у меня было три акции гмк норникеля каждая акция стоила ну сейчас скажу сколько на так смотрим акции рф гмк норникель 151 рубль 13 копеек на самом деле стоили средняя цена покупки 15 тысяч было сто тринадцать рублей за акцию вот таким образом я их приобрел по 15 тысяч за штуку и соответственно было у меня три акции сейчас как вы видите у меня 300 акций стало то есть каждая акция расщепилась на 100 частей было из одной акции стало 100 акций но при этом значит они стали в сто раз дешевле за штуку то есть в принципе вроде бы ничего не изменилось до в результате сплита была одна акция стала 100 было 1 1 но вот по такой цене стала 100 но вот по такой цене вот ничего не изменилось казалось бы но давайте посмотрим на результат вот сплит произошел вот только что вы видите буквально вот когда он произошел и давайте посмотрим вот сейчас я сделаю линеечку и давайте смотрим что произошло со время со времени сплита вот сейчас вот цена вот такая вот она видите да вот восемь целых пятьдесят шесть сотых процента теперь смотрим так вот фиксирую здесь смотрим 28 марта двадцать четвертого года начала ну как бы покупка еще двух акций вот и по 10 апреля это сегодня за 10 дней фактически произошло вот такое штука за 10 дней эти акции принесли мне конкретно эти акции 8 целых пятьдесят одна сотая процента согласитесь что это неплохая прибыль за 10 дней ну если перей перевести в годовые там вообще ну вот это бессмысленно конечно же переводить в годовые ну просто вот такой скачок акций всегда приятно когда такое происходит почему такое происходит смотрите почему почему происходит скачок акции сейчас я гляну алё 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 да почему так происходит смотрите есть это происходит вообще автоматически и абсолютно закономерно когда сплит акций происходит практически всегда они растут в цене почему это происходит это происходит от того что есть автоматические торговые системы автоматические стратегии которые говорят что в портфеле у инвестора должно быть скажем ну три процента на 4 процента пусть будет гмк нор никель вот и значит общую сумму денег инвестированных клиентам деле о значит мы берем 4 процента от этой суммы получаем какую-то сумму и получается что там три целых семьдесят пять сотых вот до сплита акции сколько акций клиент купит три акции 0,75 сотых от портфеля ну как бы он не купит потому что потому что вот так вот превышен лимит вот по стратегии по просто вот по ну как бы три процента на одно одного этого самого на одного имитента или там 4 процента да то есть человек решил разбить там на 25 кусков свой инвестиционный портфель и там зависимости от диверсифицировать его по отраслям значит банковский сектор там добывающий сектор перерабатывающий нефтепереработка там айти сектор и так далее так далее там в различных пропорциях ну вот так получилось соответственно получается 0,75 процента не соответствие структуре портфеля который задуман автоматической торговой системой ну грубо говоря вот так теперь дальше происходит сплит акций и теперь уже можно ну то есть по стратегии должно быть этих акций уже не 3 целых семьдесят пять сотых а 375 акций то есть автоматически совершенно автоматически есть такие системы из каких полно то есть в основном торгуют роботы на бирже 75 акций до купается чтобы соответствовать просто торговой стратегии все поэтому при сплите акций всегда всегда наблюдается рост мы наблюдали сплит акций ну на американском рынке это акции amazon были они прошли сплит акции apple проходили сплит ну как бы вот такие вещи происходят регулярно на фондовом рынке но вот у нас сейчас точно так же произошло не знаю как транснефть там прошел сплит или нет я просто не отслеживал по моему так все у меня тут есть у меня она в портфеле транснефть транснефть вот она да она прошла уже давно сплит 1636 раньше она стоила там 160 тысяч рублей акции транснефти вот так ну тоже немножечко подросли сейчас вот такие вещи происходит на рынке то я просто простыми словами пытался объяснить что такое сплит акции и к чему он обычно приводит ну а вы следите за информацией если вы увидите что намечается сплит какой-то компании вам очень советую купить акции этой компании если у вас есть денежки поэт потому что на этом можно заработать на сегодня все лайк подписка до встречи с вами был демитков юрий пишите комментарии пока 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 а